это просто пластик а это альфа пэй свобода платить так как удобно тебе смартфоном стикером или онлайн решай сам получаете кэшбэк 10 процентов на все с альфа пэй и платите как удобно любым смартфоном не просто выгодно а альфа выгодно привет друзья сегодня хочу предложить вам вариант блюда который отлично смотрится как и в поседневный обед или ужин так и на праздничный стол сегодня готовим пирог из фарша с начинкой сыра хотя вполне можно назвать этой кекс просто из мяса здесь у меня фарш из индейки но по своему желанию или выбор вы можете готовить из говядины баранины или свинины для вашего удобства все пропорции будут как всегда в описании под этим видео она нужно провести несложные манипуляции и подготовить фарш запекание к фаршу мне понадобится одна хорошая крупная луковица которую можно не резать а даже лучше натереть на крупной терке отдайте это задание человеку который вы меньше всего любите чтобы он понял что ему здесь не рад чеснок пропускаем через пресс и добавляем панировочные сухари на это количество два небольших зубчика чеснока и панировочные сухари если от панировочных сухарей то подойдет подсушенный белый хлеб ну и конечно же соль и перец и все хорошо перемешать и черного перчика и хорошо вымешиваем фарш отлично благодаря натертому на терке луку и выдавленному чесноку фарш очень быстро промаринуется и вам не нужно будет долго ждать выпекать сегодняшний пирог я буду вот в такой форме для выпечки хлеба у вас может быть какая-то другая прямоугольная самое главное чтобы бока были достаточно высокие это понадобится для задумки с начинкой сыр но и поскольку у меня это цельная форма из алюминия достаточно пористого отличного для выпечки хлеба чтобы получалась хорошая корочка но нет никакого съемного дна для того чтобы точно такой пирог хорошо выходил из формы лучше смазать стенки растительным маслом присыпать мукой или теми же панировочными сухарями поэтому на дно наливаю немного растительного масла кисточкой рукой или салфеткой хорошо распределяем его по всем стенкам и угла насыпаю туда немного муки и также распределяю ее по стенкам вот так ну и как вы поняли в эту форму утрамбовываем получившийся фарш старайтесь сделать это достаточно плотно чтобы не оставалось воздуха такой вот мясной хлеб или мясной кекс у нас с вами получается теперь берем обычную ложку и нам нужно подготовить задел для будущей начинки из сыра и зелень на всякий случай еще раз проходимся по краям пирога чтобы не было никакого выпирания фарша никакие краешки у нас не подгорали и теперь этой же самой обычной ложкой начинаем проделывать углубление вот такая выемка в нашем фаршевом пироге будет служить отличной ванночкой для сырной начинки для того чтобы во время запекания фарш не деформировался не сжимался к центру не надувался в этом месте лучше это чем-то проложить отличнее всего для этого подходит обычная алюминиевая фольга для выпечки которую чуть-чуть поджамкать и уложить в это углубление примеряемся и устанавливаем таком состоянии мы будем выпекать наш пирог нам понадобится температура в духовке 190 градусов поставляем ее заранее даем духовке разогреться в течение 30-40 минут после чего помещаем туда наш пирог из фарша ну что духовка хорошо прогрелась отправляем туда запекаться наш пирог на 40-50 минут за это время как раз подготовим сырную начинку основа для нашего пирога пропеклась я правда немножко отвлекся на другие приготовления поэтому начинку не успел подготовить делаем прямо сейчас здесь у меня сливочный сыр и крупно натертая моцарелла все пропорции на фарш и начинку будут как всегда в описании под видео нам остается измельчить зелень выдавить чеснок и все хорошо перемешать на один зубчик чеснока отправляется туда и порублю немного петрушки и все отправляем к сыру и все хорошо перемешать хорошая плотная сырная начинка это просто пластик а это альфа пэй свобода платить так как удобно тебе смартфоном стикером или онлайн решай сам получаете кэшбэк 10 процентов на все с альфа пэй и платите как удобно любым смартфоном не просто выгодно а альфа выгодно следующий шаг который мне потребуется сделать это вытащить основу из фарша из формы во первых я хочу чтобы корочки лучше под запеклись сейчас они все-таки более вареные вторые для финальной подачи нам нужно будет чтобы пирог был сразу вытащен из формы аккуратно достаю его на тарелку можно слегка подчистить излишки муки на лист выкладываем фольгу и пергамент чтобы у нас ничего не прилипло аккуратно возвращаем и вынимаем фольгу и теперь как вы поняли полость плотно заполняем сыром максимально утрамбовая начинку и возвращаем в духовку еще на 15 минут пока запекается пирог нужно подготовить еще три яичных желтка и спустя 15 минут не вынимая из духовки делаем небольшие углубления в сыре и отправлять на три куриных желтка после чего допечем буквально полторы-две минутки и подаем на стол получается просто красота как я говорил хоть ставь на праздничный стол тем более при разрезании будет вытекать желток и для гостей это тоже будет как вау-эффект друзья если видео вам понравилось то не забывайте подписываться на канал ставить лайк и делиться рецептом с вашими друзьями ваших социальных сетях свои фотографии отзывы представительным групп вконтакте или в телеграмм всегда рад вашим отзывам но я думаю всем хочется разрезать и посмотреть что же там внутри огромная сочная котлета с плавленым сыром и оболакивающим желтком давайте попробуем но если приготовить такое без яйца и дать ему полностью остыть то отличный вариант для красивой необычной нарезки за вас